всем привет продолжаем играть фоллаут и я продолжаю зачитывать полезную информацию из книги совершенный код стива маконова и крайне рекомендую приобрести эту книгу это лучше чем слушать мои зачитывания которые иногда ни туда ни сюда так загрузимся прошлый раз я там по игре был еще в нью-рин и там так получилось зацепился я с охранниками из-за того что на третьем этаже оказался ну короче там куча всего в результате мне надо было всех поубивать убивал я долго мучительно не за один раз так как времени нету то там загрузился счета там поубивал попытался опять вышел и это длилось долго побывал я еще в некоторых других локациях только потому что во время убийств я получил зависимость от от этого от наркотика от винта получил я из-за того что приходилось закидываться винтом вот он а закидываться приходилось потому что просто нереально их было бы убил поубивать потому что винт все таки давал какой-то прирост к характеристикам но потом потом в результате стал наркоманом и в результате всего этого я решил так тут еще надо куча всего забрать я решил побегать по локациям найти может быть все таки где то есть или противоядие потому что где то здесь все таки было когда-то противоядие врезать там посетил пару локаций где-то квесты выполнил где-то то да сё короче противоядие так и не нашел в городе убежища там один доктор должен сделать противоядие но он так и не сделал так его не сделал поэтому от у меня там сила уменьшена что-то еще у меня уменьшена из-за этого наркотика ну я тут пока буду переносить шмотки как вы видите здесь очень много всего валяется я поубивал убивал говорю еще раз долго уже были мысли ну если бы я не записывал это все видео и не зачитывал бы я бы скорее всего бросил играть ну потому что сохранялок уже тех старых не было не были перезаписаны и и выхода особо не было потому что по-другому оттуда было не выйти а их там очень много на втором этаже я пока их перебил долго было потом на первый спустился там тоже были там четыре тех здоровенных мужика были было который с автоматами ну короче это жесть взял я уровень увеличил тяжелое оружие ну где-то так короче сегодня начнем новую главу глава 13 нестандартные типы данных в которой рассмотрим в которой будут рассмотрены структуры указателей и глобальные данные и так начнем со структур пока я тут буду бегать и переносить это все можно будет можно будет что-то тут по зачитывать так структуры термин структура относится к типу данных построенному на основе других типов так как массивы это особый случай мы о них уже говорили массивы встроенный тип данных а структуры это те типы которые мы создаем сами на основе других чаще всего вы предпочитаете создавать классы они они структуры чтобы задействовать преимущество закрытости и функциональности предлагаемой классами в дополнение к открытым данным поддерживаем их структурами то есть такое бывает да зачастую программисту нужно просто структура просто простой набор данных но не класс но создают классы со всеми вытекающими и втекающими иногда прямое манипулирование блоками данных может быть очень полезно используйте структуры для прояснения взаимосвязи взаимоотношений между данными структуры объединяют группы взаимосвязанных элементов иногда труднее всего понять какие данные в программе используются вместе это похоже на прогулку по маленькому городку с вопросами о том кто с кем в родстве вы выясняете что каждый кому-то кем-то приходится но не уверены в этом и никогда не сможете получить внятного ответа если данные хорошо структурированы выяснение что с чем связано сильно упрощается ну и тут такой пример структуры ну точнее пример не структурированных входящих в заблуждение вводящих заблуждение переменных и и name равно input name адрес равно input address фон равно input фон титул равно input титул департмент равно input департмент департмент бонус равно input бонус так как данные не структурированы кажется что операторы присваивания объединены на самом деле переменные name адрес и фон относятся к рядовому служащему а тайтл или титул департмент и бонус к менеджеру соответственно это все нужно было бы структурировать то есть объединить в какой-то один общий тип данном случае у нас получилось бы два типа employee и и менеджер используйте структуры для упрощения операций с блоками данных вы можете объединить взаимосвязанные элементы структуру и выполнять операции над ней проще обрабатывать структуру целиком чем выполнять те же действия над каждым элементом это надежнее и требует меньше строк кода так используйте структуры для упрощения списка параметров сократить список параметров метода позволяют структурированные данные или структурированные переменные технология похожа на 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 ну как бы просто пример такой технология похожа на только что продемонстрированную а я это пропустил как использовать структуры для упрощения списка параметров просто создать стракт и там парам 1 парам 2 парам 3 парам 4 и при вызове функции то есть функция писать с типом парам до с парам там или как как вы там назовете структуру соответственно вы передаете просто один объект типа вашей структуры а внутри которой уже находятся нужные вам данные то есть это лучше чем все эти парам 1 парам 2 и парам 3 и так далее передавать отдельно в функции так используйте структуры для упрощения сопровождения так как применяя структуры вы группируете взаимосвязанные данные изменение структуры требует минимальных исправлений в программе в большей степени это относится к участкам кода не связанным с вносимым с вносимым изменением логически поскольку изменения часто приводят к ошибки ошибкам то чем меньше изменений тем меньше ошибок если в структуре employee есть поле title и вы решаете его удалить вам не нужно исправлять не списки параметров не операторы присваиваний использующие эту структуру целиком конечно вам придется поправить код напрямую работающий со званиями работников но эти действия связаны с процессом удаления поля title концептуально и поэтому вы вряд ли о них забудете ну на крайняк вам всегда об этом скажет компилятор но этих участков кода будет очень мало и в сравнении если структуры не использовать вообще на участках кода логически не связанных с полем title преимущество структурирования данных еще более очевидно иногда программы содержат выражение концептуально работающие работающие скорее с набором данных а не с отдельными компонентами в этих случаях отдельные элементы такие как поле title упоминаются только потому что они часть набора эти участки кода не имеют логических причин работать корректно с полем title поэтому при изменении title такие участки очень легко пропустить если же вы используете структуру все будет нормально потому что код ссылается на набор взаимосвязанных данных а не на каждый элемент индивидуально итак следующее под тема это указатели использование указателей одна из наиболее подверженных ошибкам областей программирования это привело к тому что современные языки такие как java c sharp и другие современные языки не предоставляют указатель в качестве типа данных применять указатели и так сложно а правильное применение требует от вас отличного понимания того как ваш компилятор управляет распределением памяти многие общие проблемы с безопасностью особенно случаи переполнения буфера могут быть сведены к ошибочному использованию указателей даже если вашем языке не нужны указатели их хорошее понимание поможет вам разобраться как работает ваш язык программирования а щедрая доза защитного программирования будет еще полезнее так ну и сейчас мы перейдем дальше 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 про гигму прочитаем для понимания указателей пойдем дальше но пока мы пойдем дальше я тут смотрю что мне багажник заполнился это не очень хорошо доносил все вещь кстати я я такой пистик купил и 100 лет такой урон 20-30 и для него нужны патроны 0 ну и еще заберу отсюда где эти патрончики вот это да вот так 0 до снайперскую винтовку размутил но квестом один делал и размутил снайперскую винтовку блин багажник забит ладно побегаем пандюрина побегай может быть где-то квестов возьмем может быть еще что-то блин мне надо еще найти магазинчики какие-нибудь где можно будет это все продать так 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 давайте наверное я вот здесь в казино еще не лазил и так указатели парадигма для понимания указателей концептуально каждый указатель состоит из двух частей области памяти и значения как следует интерпретировать содержимое этой области так сохранюсь к я вот это походу главный я ищу работу я недостаточно силен хорошо возьми в конюшню чувствую какая-то подстава блин отнеси пакет да знаю ваши пакеты ё-моё хорошее место кстати а кстати где же мои эти спутники а их оставил в рейдинге потому что они задолбали меня ну там толком я не еще не раскинул их не пойду ну не не пораскидывал не патронами там их не не броню это надо заняться отдельно но вне записи блин ладно давайте чуть и надо чуть и надо ну я короче от о елки-палки наверное сюда короче этот смотрю нормально тут людей он так кто вы я ищу майоран а спасибо внизу да вот здесь хорошо так ладно область памяти елки-палки область памяти это адрес часто представлены в шестнадцатиричном виде я ищу майоран а я ищу майоран а ну и я ищу майоран а так не это это не то Так, область памяти Это адрес, часто представленный В 16-ричном виде В 32-разрядном процессоре Адрес будет 32-битным числом Так, прошу прощения Я еще раз Мне надо А, мне надо Рамирес Мне не Майрон надо, мне Рамирес надо Давайте я побегаю По еще Рамиресу Так Сам по себе указатель содержит Только адрес Чтобы обратиться к данным На которые этот указатель указывает Надо пойти по этому адресу И как-то интерпретировать содержимое Памяти в этой области Сам по себе этот участок памяти Это просто набор битов Ну или байтов Чтобы он обрел смысл Его надо как-то истолковать Информация о том, как интерпретировать Содержимое области памяти Предоставляется основным типом указателя Если указатель Указывает на целое число То на самом деле это значит Что компилятор Интерпретирует Область памяти Задаваемую указателем Как целое число Конечно У вас может быть указатель На целое число Строку Или число С плавающей точкой Которая ссылается На одну и ту же область памяти Но только один из них Будет корректно Интерпретировать Содержимое Этой области памяти Говоря об указателях Полезно помнить Что память сама по себе Не имеет однозначной интерпретации И только с помощью Конкретного типа указателя Набор битов И только с помощью Конкретного типа указателя Набор битов В некоторой области памяти Истолковывается Как осмысленное значение Так, где же этот Где же этот Рамирос Или как Что-то я тут смотрю Что-то я тут смотрю Надо их тоже всех поубивать Так Блин Тут вроде таких Хоть нету Да Вот этот может Нет, арав Все написано Рабы, рабы, рабы Тут, наверное, нету Рамирос Рамирос Ой, ой, ой Нет Так, ладно Сейчас еще раз Я там Пробегусь Так Идем сюда Сохранимся Так Основные советы По использованию указателей Обычно ошибку легко найти Но трудно исправить Но это не относится К проблемам с указателями Ошибка в указателе Чаще всего Результат того Что он указывает Не туда Куда должен Когда вы присваиваете Значение Некорректной Переменной указателю Вы записываете данные Туда Куда не должен записывать Куда не должны записывать Это называется Повреждением памяти Порой оно приводит К ужасным Крушениям системы Порой изменяет Результаты вычислений В другой части программы Порой вынуждает Программу Неожиданно завершить Работу метода А порой Вообще Ничего не делает В последнем случае Ошибка в указателе Как бомба С часовым механизмом Она разрушит Вашу программу За 5 минут До ее показа Самому главному Заказчику По симптомам Таких ошибок Таких ошибок Тяжело понять Что их вызвало Поэтому Самым трудоемким В процессе Исправления ошибок Указателя Является Поиск Их причин Для успешной Работы с указателями Требуется Двухэтапная Стратегия Во-первых Старайтесь Изначально Не делать Ошибок Проблемы С указателями Так сложно Обнаружить Что дополнительные Превентивные Меры Вполне Оправданы Во-вторых Выявляйте Ошибки В указателях Как можно Быстрее После того Как они Закодированы Симптомы Ошибок В указателях Настолько Изменчивы Что в дополнительные Меры С целью Сделать Эти симптомы Более Предсказуемыми Также Оправданы Вот как можно Добиться Этих ключевых Целей Ну и дальше Сейчас будет Пару Советов Ну не пару Немного Больше Но мне Надо Наверное Все таки Закинуться Винтом Ну Конюшня Где этот Ра 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 Тут вроде Больше ничего Нету Итак Изолируйте операции С указателями В методах Или классах Допустим В нескольких Частях Программы Используется Связанный Список Вместо Того Чтобы каждый раз Обрабатывать Его вручную Напишите Методы Доступа Next Link Previous Link Insert Link Delete Link Минимизировав Количество Мест В которых Выполняется Обращение К указателю Вы уменьшите Вероятность Неосторожных Ошибок Распространяющихся По вашей Программе На поиск Которых Уходит Вечность Поскольку Такой код Становится Относительно Независимым От деталей Представления Данных Вы также Увеличиваете Шансы Его повторного Использования В других Программах Написание Методов Распределяющих Память Для Указателей Еще Один Способ Централизировать Управление Вашими Данными Выполняйте Объявление И определение Указателя Одновременно Присвоение Переменной Начального Значения Рядом С местом Ее Объявления Как правило Хорошая Практика Программирования Она Обладает Особой Ценностью При Работе С Указателями Так Кто-то Тут Лежит Ёлки-палки Так И здесь Пример Того Как Не надо Делать Ну Тут Пример Простой Въявляется Указатель Потом Много Много Кода А потом Где-то Там Внизу Он Инициализируется Каким-то Значением То есть Ему Присваивается Какой-то Адрес До Этого Указатель Мусорный Там Значение Мусорное Ну Нету Никакого То есть Все Зависит От того Ну Как Повезет Короче Вот От Этого Все И Зависит Так Поэтому Такой Код Очень Не Хорош А И Тут Сразу Идет Пример Типа Правильного Использования Это Когда Объявляется Указатель И Сразу Ему Присваивается Значение Ну То есть Выделяется Там Память Или Еще Чего-нибудь Так А Что Что Делать Ребятки Где Этот Рамирес Бу Это Охранник Это Охранник Это Майрон Мне не Надо Майрон Так Удаляйте Указатели В той же Области Видимости Где Они Были Созданы Так 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 Хорошо Хорошо А если Я закинусь Винтом У меня Увеличится Не У меня Только Сила Увеличилась И Все Интеллект Не Увеличился Тогда Загрузимся Обратно Так Удаляйте Указатели В той же Области Видимости Действия Где Они Были Созданы Итак Соблюдайте Соблюдайте Симметрию При Выделении И Освобождении Памяти Для Указателей Если Вы Используете Указатель В единственном Блоке Кода Вызывайте New Для Выделения Памяти И Delete Для Освобождения В том же Блоке Если Вы Распределяете Память Внутри Метода Освобождайте Ее Внутри Аналогичным Методом А если В объекте То в Конструкторе Объекта Ну то есть Освобождайте В деструкторе Метод Выделяющий Память Для Указателя А затем Ожидающий Что Клиент Клиентский Код Вручную Его Освободит Нарушает Целостность Программы И Ведет К Ошибкам Проверяйте Указатели Перед Их Применением Прежде Чем Использовать Указатель В критической Части Вашей Программы Удостоверьтесь Что он Указывает На Осмысленную На Осмысленную Область Памяти Так Если Вы Ожидаете Что Память Распределяется Между Адресами Start Data И End Data У вас Должно Вызвать Подозрение Если Значение Указателя Меньше Чем Start Data Или Больше Чем End Data Вам Надо Определить Значения Start Data И End Data Вашей Системе Эту Проверку Можно Выполнять Автоматически Если Обращаться К Указателям Не Напрямую А Через Методы Доступа Так Так Кажись Блин А мне Интересно Эта локация Останется Или Нет Я То Сохранился Сейчас Посмотрим О Осталось Нормалек Блин Нарвался Сразу На Кого Это Вторая Улица По Моему Не Не Это Не Вторая Блин Так Ладно Нам Сюда Точно Так Проверяйте Переменную На которую Ссылается Указатель Перед Ее Использованием Иногда Вы Можете Выполнить Корректную Проверку Значение На которое Ссылается Указатель Скажем Если Вы Предполагаете Что Он Указывает На Целое Число От Нуля До Тысячи Значения Больше Тысячи Должны Вызывать У вас Подозрения Если Указатель Ссылается На Строку В стиле С Плюс Плюс Ее Длина Выше Сто Символов И Ее Длина Выше Сто Символов Это Тоже Может Вызвать Недоверие Эти Проверки Могут Быть Выполнены Автоматически При Работе С Указателями Так Не Понятно Где Я А Вот Могут С помощью Методов Доступа Используйте Закрепленные Признаки Для проверки Повреждения Памяти Поле Tag TagField Или Закрепленный Признак DogTag Это поле Которое Вы добавляете К структуре Исключительно С целью Проверки Ошибок Когда Вы Выделяете Память Для Переменной Поместите В это Поле Закрепленного Признака Значение Которое Должно Остаться Неизменным Используя Структуру Особенно Освобождая Для нее Память Проверяйте Значение Закрепленного Признака Если Это Поле Не Содержит Ожидаемого Значения Значит Данные Были Повреждены Удаляя Указатель Измените Значение Этого Поля Так Вы Сможете Выявить Ошибку Если Случайно Попытаетесь Освободить Этот Указатель Еще Раз Так 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 Ну не Ну я думаю Вы поняли Да Там Это Дополнительно Поняли Либо Там Обнуляется Указатель Ну При Освобождении Памяти Ему Присваиваться Ну Или Ну ПТР Ну Если В языке Си Или Си Плюс Плюс Либо Можно Дополнительное Поле И Туда Записывать Какую-то Константу Значение Соответственно Выделили Память Записали Значение Освободили Записали Другое Значение Вот По Этим Двум Значениям Можно Понимать Корректные Данные Или Некорректные Так Они Корсиканские Братья С Оплатой Так Ну Один Квест Выпал Второй Надо Какие-то Корсиканские Братья Так А где Они Находятся Ладно Погнали Поищем Где тут Спуск Размещение Закрепленного Признака В начале Выделенного Блока Ну Один Из Способов Если Нам Надо Там К примеру Выделить 100 Байт То Мы Выделяем 104 Байта То есть Первые 4 Байта Это У нас Как раз Такой Закрепленный Признак В который Мы будем Записывать Или Вы будете Записывать Нужную Как раз Вам Информацию Так Вот Размещение Закрепленного Признака В начале Выделенного Блока Памяти Поможет Выявить Поп Поможет Выявить Попытки Повторного Освобождения Блока При этом Вам не нужно Поддерживать Список Используемых Областей Памяти Размещение Признаков В конце Блока Позволит Выявить Попытки Записи За допустимые Границы Области Памяти Для достижения Обеих Целей Закрепленные Признаки Можно размещать И в начале И в конце Блока Так Это Сутенер Насколько Я помню Это по-моему Вот эти Вроде Были Они То ли Братья Во Да 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 Братья Во Во Э Э Э Э Э Э Э Э Э Ой Ладно Так А Не сложно Так Вы можете Использовать Этот подход И для Дополнительных Проверок Однако Чтобы убедиться Что указатель Содержит Корректный Адрес Вместо Проверки Возможного Диапазона Адресов Следует Проверять Наличие Этого Указателя В списке Используемых Областей Памяти Но там Это был Пример Когда У нас Были Указатели Start Data И End Data И Типа Если Указатель Располагается Между Этими Адресами То Все Нормально Если Женет То Значит Ненормально Так Добавьте Явную Избыточность Альтернативой Полю Признака Будет Использование Двух Таких Полей Если Данные В Избыточных Полях Не совпадают Вы Знаете Что Память Повреждена Этот Способ Может Потребовать Большего Количества Дополнительного Кода Если Напрямую Манипулировать С Указателями Но Если Работу С Указателями Изолировать В методах То Дублировать Код Придется Лишь В Нескольких Местах Используйте Для Ясности Дополнительные Переменные Указатели Никогда Не экономьте На Переменных Указателей Одну И ту же Переменную Нельзя Вызвать Для разных Целей Особенно Это Касается Переменных Указателей Довольно Тяжело Выяснить Какие Действия Выполняются Со Связанным Списком И Без Того Чтобы Разбираться Почему Одна Переменная Generic Link Используется Снова И Снова И Куда Указывает Pointer Дальше Там Ну Стрелочка Next Дальше Last Дальше Next То есть Лучше Заведите Дополнительные Переменные Для того Чтобы Это Все Облегчить Облегчить Чтение Ну Также Упрощайте Сложные Выражения С указателями Удаляйте Указатели В связанных Списках В правильном Порядке Обычной Проблемой В работе С динамически Созданными Связанными Списками Является Освобождение С начала Первого Указателя После Чего Становится Невозможно Получить Указатель На Следующий Узел Списка Чтобы Этой Проблемы Избежать Перед Удалением Текущего Элемента Убедитесь Что у вас Есть указатель На Следующий Элемент То есть Нужно Сохранить Указатель На Следующий Ну А потом Удалять А Лучше Всего Делать Так Удалять Память В том Порядке Ну В обратном Порядке То есть В одном Порядке Вы Выделяете Память В другом Порядке В обратном Вы Удаляете То есть Освобождаете Так Ладно Че он тут Говорит Кто там Должен Умереть Человек Который Кто Этот Человек Ого Он Хочет Это По-моему Второй Какой-то Тут Местный Босс Блин Так А че Делать Я ж Их Не Перебью Там Че Делать Че Делать Че Делать Не Ну Возьмем Конечно Квест Так Хорошо Я Это Сделаю Хорошо А как нам Это Сделать Это Уже Другой Вопрос Так Так Ладно Давайте Давайте Я тут Сейчас Побегаю По идее Мне Можно Тут Побегать Я Пару Квестов Сделал Пару Квестов Сделал Сейчас Сбегаю В подвал Че там В подвале Зажмем Блин Ничего Ничего Не Видно Заперто Как Заперто А где Эта Дверь Так Открыли Ой Ой Крысы И Не Одна Так С этого Пистолета Я Еще Не Стрелял Нормально Че Что Баллон С ядом Не Могу Поднять Почему Потому Что Блин Давайте Это Надо Что Повыкидывать Давайте Вот Тут Ящик Не Вот Ящик Не Это Не Ящики Надо Найти Где Ящик Да Блин Сдохни Надо Найти Где Ящик Туда Переложить Попробовать Мои Шмотки И Взять Этот Баллон С ядом Я Думаю Он Пригодится Это По-любому Какая-то Вещь Типа Квестовая Или Че Так Куда Бы Переложить Вот Стол Какой-то Какой-то Так Это Была Ошибка Блин Я Я Я Просто Хотел Вещи Положить Просто Хотел Положить Ладно Давайте А В машину Я тоже Не положу Не положу У меня Там Загружено Блин И не Хочется Просто Выбрасывать Можно Можно Ли Тут Не Подходи Туда Да Что Ж Вы Так Злые Все И Тут Везде Везде Ящики И Походу Нигде Нельзя Попробуем Сюда О Я У Этого Пока Оставлю Эти Вещи Вот Так Вот Я думаю Пойдет Не Хочется Тоже Их Выбрасывать И Сейчас Я Сбегаю Возьму Тут Балон Съяли Так Что Мы Там Дальше Указатели Выделите Запасной Парашют Памяти Офигеть Если Программе Используется Динамическая Память Необходимо Избежать Проблем С Внезапной Нехватой Ее Приводящей К Исчезновению Пользовательских Данных На Бескрайних Просторах Оперативной Памяти Один Из Способов Дать Вашей Программе Запас Прочности Заранее Выделить Парасчут Памяти Определите Определите Какой Объем Памяти Нужен Программе Для Сохранения Работы Освобождение Ресурсов И Аккуратного Завершения Зарезервируйте Зарезервируйте Эту Память В начале Работы Программы Как Запасной Парашют И Оставьте В покое Когда Памяти Станет Не Хватать Раскройте Резервный Парашют Освободите Эту Память И Завершите Работу Программы Так На дне Маленький Череп Есть Ага Хорошо Походу Надо А может Быть Кстати Он Надо Быть Для Этого Убийства Вот Этого Как Раз Чувака Кого Кто Там Сальвадора Или Кого Он Сказал Возможно Мы Сейчас Давайте Его Найдем Найдем Где Там Был Где Там Был Где Там Было Это По-моему Меня К нему И Не Пускают По-моему Где То Я Сейчас Короче Я Найду Там Охранники Какие Борзые Но Тут Все Борзые И Меня Не Пускали Туда Это По-моему Было Вот Здесь Вот Здесь Вот Здесь В Этой Локации Как Она Называлась Вторая Улица Это По-моему Где То Нет Они Здесь Здесь Я Перебил Это Там Бишопы Были Вот А Во Во Да Сальвадор Смар Вот Так Сохранюсь Кая И Этот Сальвадор Смар Где Он Вот Он Так Ладно Идем Дальше По Указателям Уничтожайте Мусор Ошибки Указателей Можно Отследить Потому Что Момент Времени Когда Память Адресуемая Указателей Станет Недействительной Не Определен Иногда Содержимое Памяти После Освобождения Указателя Долго Еще Выглядит Корректно Другой Раз Ее Содержимое Изменится Сразу Вы Можете Избежать Ошибок С Освобожденными Указателями Записывая Мусор В блоке Памяти Прямо Перед Их Освобождением Если Вы Используете Методы Доступа То Это Как и Многие Другие Операции Можно Сделать Автоматически Так Мне Надо Увидеть Блин Ну вот Как Мне Туда Попасть Вот Как Мне Туда Попасть Мне Надо Красноречие Как-то Увеличить Блин Вот Так Задачка Мне Надо Его Убить А Я Туда Попасть Не Могу Ух Ты А Че Это Такое Че Это Такое Деньги Как Они Тут Оказались Наверное Кого-то Прирезали Так Устанавливайте Указатели В null При их Удалении И освобождении Известный Тип ошибок Указателей Это Висячий Указатель То есть Обращение К нему После вызова Функции Delete Или Free Одна из Причин По которым Ошибки В указателях Так сложно Обнаружить В том Что иногда Симптомы Ошибки Никак Не Проявляются Записывая В указателе Пустое Значение После Их Освобождения Вы Не Измените Факт Чтения Данных Адресуемых Висячими Указателями Но Добьетесь Того Что Запись Данных По этому Адресу Приведет К ошибке Возможно Это Будет Ужасная И Катастрофическая Ошибка Но По крайней Мере Ее Обнаружите Вы А не Кто-то Другой Так Мне Нужно Каких-то Колес Но Вот Это Насколько Я Понимаю Это Все Оно Вес Не Имеет Поэтому Можно Мне Все Перекинуть Вот Минтанты Колеса Колеса Винта Закинем Че Нам Уже И Так Уже Наркоман Это Терять Уже Нечего Еще Были Какие Как А Во Нет Так Еще Раз Пересмотрю Все Ли Я Забрал Орешки О Вот Это Психа Может Но Это Вряд Ли Ума Добавляет Вино Рентген Ром Целебный Порошок Ладно Так Так Наверное Все Итак Че тут Добавляет Ума Что тут Добавляет Психа Боевой Потенциал Нет Вот это Функции Головного Мозга Вызывает Сильное Привыкание Блин Я еще Подсяду И на Эту Походу Ерунду Походу Проверяйте Проверяйте Корректность Указателя Перед Его Удалением Один Из Лучших Способов Обрушить Программу Вызвать Функции Delete Или Free Для Указателя Который Уже Был Освобожден Увы Лишь Немногие Языки Обнаруживают Такой Тип Ошибок Если Вы Присваиваете Освобождаемым Указателем Пустое Значение То Перед Использованием Или повторным Удалением Указателя Вы сможете Проверить Его На равенство Ну Разумеется Если Вы Не Устанавливаете Ну Освобождаемые Указатели У вас Такой Возможности Не Будет В связи С этим Можно Предложить Следующее Дополнение Ну Там Это Тут Примеры Я их Просто Пропускаю Здесь Просто При Инициализации Указатель Инициализируется Нулем Дальше Удаляется И Указатель Ну Там Выделяется Память Потом Указатель Память Освобождается Указатель Присваивается Нулю А дальше Другой Участок Кода В котором Типа Идет Проверка Если Указатель Не равен Ну То Освободить Его Ну Короче Где-то Так 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 Тут Примеры Я их Пропущу С Плюс Плюс Использование Указателей Так Не знаю Зачитывать Их Наверное Не буду Тут По языку С По языку С Плюс Плюс Это Я Зачитывать Не буду Это У меня Есть В моих Лекциях Указатели Так И Следующая Подтема Это Глобальные Данные Глобальные Данные Но их Наверное Начнем В следующий Раз Вот Да Тут Примеров Кода Не так Уж И много Поэтому Есть О чем Поговорить И Тут Немало О чем Говорить Поэтому На сегодня Все По поводу Зачитывания Полезнейшей Информации Ну А сейчас Сейчас Я попробую Попробую Что тут сделать Ну что сделать Сейчас закинутся Какой-то наркотой Вот этой Походу Так Это Радиация Это Умственные Процессы Чик Два Интеллекта И Восприятие Интеллекта 7 А если Я еще раз Закинусь Чик О Интеллекта 9 Попробую С ним Поговорить Так Перестаю Слушать Что это Вы Понятно Понятно А походу Без наркоты Наверное Можно было бы Блин Без наркота Короче Ну его нафиг Это наркота Я уже Наркоманился Сейчас попробую С той же манерой С ним поговорить Видимо Будет Ну повышение Тона Этот Что-то Услышит И скажет Мол Эй Запусти Его О да Все нормально И без Использования Наркотиков Так У меня Есть Так Что мне Надо Сделать Сохранюсь Кая О Блин А где Чей А где Какой А А И Нет Не то Надо Подменить Баллон А я А я Получается Не знаю Какой Ему Подсунул Так Давай Ка Опять Я Кражу Да Я Че Догадался Потому Что Я Когда В Прошлый Раз Играл И Я Вспомнил Что Тут Надо Баллон Поменять Во Во И А вот Когда он Убрет Я не помню Надо По-моему Подождать А ну Ка Не Я Я выйду Наверное Я выйду Так Как Около Тысячи Монет Так Так А когда Ладно Надо Наверное Найти Этого Кто Украл Где он Фиг его Знает О Походу Этот Все Сейчас Откинется А пофиг Кричи Не Кричи Ну Помирай Давайте Подождем Три часа Еще Я Я Давай Помирай Так Зайду Ка Еще Раз Сюда Типа Спущусь И Опять Поднимусь Ну Шо Ты Помер Так Блин Ладно Надо Наверное Все Так Найти О Я Убил Подожди К 2000 Смогу Ли Туда Попасть Вот Это Была Ошибка Надо Загрузиться Походу Надо Просто Найти Этого Чувака Тогда Он Меня Пустит Я Зайду Зайду Он Он Вряд ли Меня Заподозрит Подожди Ка Блин Я Баланс Я Не Подменил Ладно Кража Делаем Теперь Это Ложим Сюда А Это Вот Сюда Все И Валим С Этим Надо Узнать Детали И Пойдем Так Я Сейчас Воспользовался Читом Только Что И Посмотрел Где Этот Чувак Находится Ну Извините Так Получилось Я Стараюсь Не Подсматривать Но Вот Сейчас Посмотрел Написано Что он Находится В подвале Ну В подвале Того Казино Где Находится Вот Этот Чувак Марина Ну Это Логично Кто Там Будет Искать Да Там Типа Если Это Семьи Более Менее Друг Друг Ну Так Не В Дружественных Отношениях То Конечно Кто Сюда Зайдет Искать А Если Даже Зайдут Искать Ну Например И эти Знают Вряд ли Они его Выдадут Потому Что Твой Враг Или Как Там Враг Моего Врага Мой Друг Или Что Это Такое Короче Вот Он По Моему А Что Такое Закрыто А Че Он Закрылся Не Бой С Дружище Я Всего Лишь Пришел Этот Убить Тебя Ты Должен Денег Так За Половину Тех Я Выведу Тебя Из Обмена Вседей Я Выведу Тебя Из Города За Половину Тех Тени Которые Ты Выиграл Пошли Сейчас Подставит Меня Падла Так Капай Лоид В мире Существует Два Типа Людей Те У кого Есть Заряженная Пушка Те Кто Капает Мину Смотрите Анти Открываю Ух ты Интересный Касадик Касадик Его Не Выполнял Лей Лей Село Ид Потороп Ливайся Или Влас Бросить Мина Че Делай Че Делай Че Делай Бу 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 Елки-палки Пять единиц Карма Потерял Блин Это неправильно Это неправильно Походу Я сделал Еще раз Еще раз Так Все попродавать А багажник Машин Уже Полный Открывайся Да что Что Будешь Делать Не удалось Еще Сейчас Будет Прикольно Если Он Вообще Заклинет Офигеть В тот Раз С третьего Раза По Моему Сломалась Да Блин Это Уже Неинтересно Значит Пора Прекращать Запись И самому Это Сейчас Доделать Ну Я Наверное Так и Сделал Я Мину Бросать Не буду Буду Там Говорить Ну Короче По Максимум Оттягивать Это Все Сейчас Сохранюсь Короче Я Пропустил Тот Момент Ну Ну Типа Я Сам Доделал Я Сам Не Доделал Но Фишка В том Что Я Мину Не Бросал Сказал Ему Лезь Туда Он Полез И Все И Нет Войда Он В люк Полез Вот Так Вот Копать Но Копать Я Не Буду Это Сейчас Карму Заработаю Копатель Могил О Нес Блин Забудь Это Мои Деньги И Тебе Не Достанутся Круто А Где Деньги Не Понял А Я Так Понял Мне Сейчас Надо По Каждой Могиле Побегать Вот Так И Это Не Копание Нормально Нормально Я Тогда Сейчас По Каждой Побегаю Значит Он Где-то Спрятался Не Понял А Чем Мне В Ту Получилось А В Э Не Получится Залезть Так А может Тут Что-то Написали Нет Нет Это Копать Походу Мне Надо Походу Да Копать Я Не Буду Ну Можете Можем Пару Рас Копну Короче А Как Мне Получилось Туда Залезть Я Вот Этого Не Понял Вот Как Тож Получилось Я Нажал Вот Сюда Типа На Могилу Ну Это Где-то Кричит А Где Он Ящик Только Один Ну Больше Ничего Тут Нет И Куда Он Пропал Ну Куда Некуда Стрелять Так Ладно На сегодня Все Сейчас Я пойду С этим Поговорю Короче Скажу Человек У вас Выполнил И Все Так Поэтому На сегодня Все Всем Спасибо За Нимание Подписываемся Делимся Ставим лайки Комментируем И Все Такое Всем Пока